Приветствую, друзья! Очень для многих слово профнепригодность, что-то оскорбительное и так далее. Но тем не менее, если мы будем говорить о Байдене, то это ничего оскорбительного в этом слове нет, потому что этот человек уже давным-давно профнепригоден. Дело в том, что он просто уже настолько старенький, что ему тяжело даже читать в суфлёра, потому что ему уже, конечно же, речи не пишут даже на бумажке, а ему просто в суфлёр заводят, чтобы он просто их читал, чтобы, знаете, там буквы хорошие были, там большие, чтобы хорошо было видно, вводят ему текст и возят его по различным мероприятиям этого Байдена, чтобы он просто читал с суфлёра. И даже с этим он уже не справляется, потому что Байден уже начал читать даже титры в этом суфлёре, даже подсказки, которые там в текст вставляют специально для него. И для многих уже очевидно, что в Соединённых Штатах Америки есть транснациональные корпорации, которые обладают серьёзнейшим капиталом, и они назначают президентов, которые просто, знаете, выполняют те функции, которые на них возложат вот эти транснациональные корпорации. Но, тем не менее, нужно всё-таки, наверное, обращаться к вот этим транснациональным корпорациям и просить их, чтобы они всё-таки уволили наконец-то этого дедушку, потому что ему реально тяжело даже читать уже с суфлёра. Я думаю, что если бы был всё-таки в Америке профсоюз президентов, то тогда этот бы профсоюз просил уже эти транснациональные корпорации, чтобы они не издевались над дедушкой и всё-таки, чтобы дедушка уже пошёл себе на заслуженную пенсию, потому что реально он свои функции выполнять просто не может. Подобная профнепригодность, она транслируется на различные институты американской власти, и поэтому требования Соединённых Штатов Америки, они периодически бывают реально абсурдными, потому что вот уже от Японии требуют, чтобы японские компании перестали майнить криптовалюту в Сибири. С такими темпами мы скоро все будем свидетелями того, как всех людей, у которых в смартфонах окажется русская клавиатура, раскладка, их будут штрафовать, и это не какое-то преувеличение, это просто та реальность, которую загоняет Байден Соединённые Штаты Америки. И это, конечно же, с учётом того, что США это сейчас сверхдержава, она это всё транслирует на весь мир. Причём, что интересно, начинают разыгрываться в Соединённых Штатах интересные скандалы. Оказывается, сын Байдена, он причастен к фирме, которая, оказывается, покупает американскую нефть, которую сейчас Соединённые Штаты Америки со своих резервов просто выбрасывают на рынок для того, чтобы хоть как-то сбить цену на бензин. И оказывается, что эта фирма китайская. То есть, получается, что Соединённые Штаты Америки выбрасывают на рынок там миллионы галлонов нефти, а их покупает китайская компания, ну и, конечно, собственно, таким образом вывозит Соединённых Штатов. И получается, тут либо нужно крестик снять, либо трусы надеть. Также на этом фоне приходят интересные новости. Оказывается, с проекта Сахалин-1, с которого выходят американские корпорации, туда, оказывается, заходят индийские корпорации на место американских. Причём на более выгодных условиях, нежели были у американских компаний. И, конечно, американские компании теряют при этом просто миллиарды долларов. Но самое жёсткое в этих антироссийских санкциях даже не это, а то, что сейчас, по сути, Германия вместе с Канадой работают над тем, как обойти те санкции, которые они сами же и вводили. Потому что, как оказалось, Германия должна просто выполнить свои обязательства по контракту, по ремонту турбины, которые необходимы для прокачки газа по Северному потоку-1 в Германию с Россией. И оказывается, что эта турбина в рамках санкций, она застряла в Канаде. И её просто не могут отправить в Российскую Федерацию. А без этой турбины всё-таки объёмы газа будут сокращаться. И Германия таким образом просто не сможет пережить отопительный сезон. И вот сейчас чиновники в Европе, в Канаде сидят и думают, каким же образом обойти эти санкции так, чтобы всё-таки эту турбину с Канады доставить сначала в Германию, а потом, конечно же, в Россию, чтобы всё-таки газ продолжал поступать. И тут, как говорится, мы сталкиваемся с кредом европейских чиновников. Для того, чтобы решить проблему, нужно сначала её создать. Ну и, естественно, создали проблему, ввели санкции, а теперь героически её решают. Понимая маразм и политические риски, Канада делает странные заявления. Сначала заявляет о том, что мы всё-таки передадим в Германию турбину, которую нужно передать в Российскую Федерацию. Они там дальше сами разберутся. Но, тем не менее, уже через полдня Канада делает заявление, что всё-таки нет ситуации, ещё не до конца прояснилось. И с этой турбиной не всё так однозначно. Её могут ещё и не передать в Германию. В общем, как говорится, все чиновники и в Евросоюзе, и в Канаде заняты делом, меняются различными письмами, ругаются с друг другом, пытаются понять, какие юридические механизмы нужно создать для того, чтобы обойти санкции, которые они же сами и придумали. Ну, в общем, как говорится, заняты делом. И если европейцы думают, что эти чиновники зря получают зарплату, то они не правы, потому что, вы видите, с утра до вечера пашут, не подымая головы. Но тем временем в Польше якобы решили для украинцев сделать бесплатную медицинскую помощь. И, собственно, ведут переговоры в отношении того, каким образом это сделать и в каком объёме. И, казалось бы, всё нормально, но, тем не менее, если мы просто посмотрим на вот эти слайды, которые публикуют польский Минздрав, то оказывается, что в этих всех программах фигурируют и USAID, и British ID, так называемые. А, как известно, это те организации, которые грантами финансируют те проекты, которые направлены на то, чтобы политика Соединённых Штатов Америки и Британии, она присутствовала в той стране, которая получает деньги. А это может свидетельствовать о том, что польское правительство наконец-то заставило Соединённые Штаты Америки и Британию платить за то, что польская медицина сейчас реально обслуживает многих украинцев, которые обращаются за помощью. Если раньше это всё финансировалось с польского бюджета, то теперь уже это финансируется с американского и британского бюджета. Вот такие вот, как говорится, друзья-поляки, которые зарабатывают на украинцах даже на медицинской помощи. Причём схема заработка достаточно такая интересная. Через USAID, через British ID, то есть до этой схемы, знаете, не каждый политик в Польше дойдёт, а поляки, видите ли, нашли себе лазейку, да и зарабатывают. И тут нужно понимать, что, конечно, главный бенефициар войны должен за всё платить. И в Польше это прекрасно понимают. Поэтому дуют по максимуму и Соединённые Штаты Америки, и Британию на те параметры, на которые только они могут согласиться. Ну что ж, можно пожелать полякам только успехов в их коммерческих проектах, потому что такие проекты, они, конечно, обусловлены тем, что хоть какая-то выгода конкретно украинскому народу от этих проектов есть. Потому что поляки зарабатывают, а украинцы при этом получают медицинскую помощь в Польше. Ну, как говорится, и на этом спасибо. Друзья, на этом у меня всё. Не забывайте подписываться также на мой телеграм-канал, потому что там я выкладываю те видео, которые не могу по ряду ограничений выложить на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал, конечно же, в описании под видео. До скорого!